Молодельцы MIUI начала ролика поняли, вас тоже это бесит, да? Итак, я надеюсь, вы дома от скуки не умираете, хотя если и умираете, тема сегодня будет интересная. Будем болтать про Xiaomi, а точнее Redmi. Китайцы в марте представили замену Redmi Note 8 Pro. Помните этого среднебюджетного красавца на Mediatek, который, кстати, оказался очень неплохим и даже игровым. Теперь решение от Qualcomm, а дизайн, ну, посмотрели немножечко в сторону Huawei Mate 20. Существует три версии данного смартфона. Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, это тот же Redmi Note 9 Pro, только на глобальном рынке. Есть также версия MFF Limited Edition, Mi Fun Festival, либо MILF Edition, одно и то же. Ну и, наконец, Redmi Note 9 Pro Max. Кто есть кто? Redmi Note 9 Pro и 9 Pro Max, это индийские версии, а значит, нет русского языка, нет поддержки множества бэндов 5, 7, 4, 20, 28, 38. А значит, связь будет плохо работать. Redmi Note 9S, та же прошка, но уже с русским языком, с нужными бэндами и, скорее всего, именно эта версия приедет к нам в Россию. Что касается версии Max, она отличается камерой и наличием быстрой зарядки в комплекте. И сразу отвечая на ваш вопрос, глобальной версии Max нет. Плюс, никакой из этих моделей нет в Китае вообще, он там никому не интересен, по крайней мере на момент записи ролика. Но поговаривают, что будет Redmi Note 9 Pro 5G, либо какой-нибудь другой 5G с поддержкой с тех пятого поколения и, возможно, другим железом. Но пока не ясно. И прежде чем мы пойдем дальше, заклинаю вас на конкурс, разыгрываем этот Redmi. Вот все условия, ничего сложного, итоги на нашем втором канале в конце апреля. Комплект будем смотреть. Тут, на самом деле, ничего необычного. Вот так выглядит коробка, где написано 9S. В ней можно найти вот такой 18-ваттный зарядник, не очень быстрый. А также темный чехол, который я уже нарядил на телефон. Кстати, неплохой чехол. Сам телефон продается в трех цветах. Есть вот такой серо-голубой, как у меня. Есть также белый, а есть еще северное сияние. В этот раз никаких узоров, просто обычный цвет. Плюсом, с завода на экране есть пленка наклеенная. Она без олеофобки, поэтому лучше ее сразу снять. А теперь ненадолго отличемся и поговорим об актуальном. О доставке еды и продуктов. Естественно, не особо ресторанной. Чаще всего обычных. Макарон, гречи, естественно, туалетной бумаги. И первыми, кто начал доставлять продукты, были Яндекс со своим сервисом. Яндекс.Лав, какой я и сам постоянно пользуюсь. Потому что чаще всего времени нет. Ну а сейчас вообще ситуация. И тут я узнаю, что Яндекс.Такси начал тестировать единое приложение, которое объединяет в себе сразу несколько сервисов, включая доставку еды. Такое называется суперприложение. Есть уже давно в Китае, а теперь появилось и у нас. Пару слов о сервисах, которые в себя впитало Яндекс.Такси. Пусть многие из вас их пробовали, но не все. Например, Яндекс.Еда. Вы можете заказать там любимые блюда из любимых ресторанов или кафе, которые поблизости находятся. Работает сервис почти в 40 городах в России и Казахстане. ТОП за свои тенге. Сейчас во время самоизоляции многие заведения перешли просто на доставку, а мы с вами их можем поддержать. Ну особенно наши любимые, заказывая там. Дальше Яндекс.Лавка. Это относительно молодой сервис, который пока что работает только в Москве и Санкт-Петербурге. И многие думают, что вы заказываете товары, курьер смотрит список, ага, пошел в магазин, сам купил, вам принес. Конечно, это не так. Открываются специальные магазины-склады на районе. Работают с 7 утра до полуночи. Вы делаете заказ, его собирают за пару минут, и после этого курьер его забирает и доставляет вам. В сумме 15 минут. И помимо того, что это быстро, главное, бесконтактно вы с курьером никак не соприкасаетесь. Плюсом, прямо в приложении безналично можно оставить курьеру чаевые. Не забывайте это делать, это тоже важно. А еще для вашего спокойствия на каждой доставке будет написана температура кладовщика. И если вы еще не пользуетесь Яндекс.Такси со встроенной лавкой, ссылочку оставлю в описании. А все остальные могут просто обновить приложение и получить сервисы уже внутри Яндекс.Такси. Всем добра, продолжаем. Про экран. Спереди у нас вырез под фронтальную камеру. Ни капли, ничего такого. Именно вырез аккуратный, но довольно большой. Плюс большие рамки, огромный подбородок снизу. А над камерой есть динамик со встроенным диодом. Но настраивать его нельзя. Горит он исключительно белым цветом. По расположению элементов. Сверху микрофон и к порт. Снизу у нас один динамик Type-C с USB 2.0. Внезапно джек 3.5. Также микрофон. С правой стороны кнопка питания. Качелька громкости. С левой стороны лоток. Не гибридный, а поэтому можно воткнуть сразу две нано-сим-карты и карточку памяти microSD. По расположению элементов довольно спорно. Во-первых, сканер отпечатков находится в кнопке питания. Справа качелька громкости вообще очень высоко. Нужно прям тянуться. И ладно он справа, если в Redmi Note 8 Pro он был сзади и работал быстро, то здесь он сбоку и работает медленовато, скажем так. Не самый быстрый, что я видел вообще. Сзади блок из четырех камер. Смотрится, на мой взгляд, неплохо, но сделан так, что хочется сдвинуть его вниз. И, наверное, кто-нибудь сдвинет даже. И учтите, что камера сильно выпирает. Поэтому те, кто боятся ее поцарапать, надевайте сразу чехол. Сам телефон при этом не тонкий. Это 8,8 миллиметра, а весит он 209 граммов. Дальше пошли. Рамка у него пластиковая. Спереди и сзади стекло. Gorilla Glass 5. Защита от брызг по стандарту P2i. И это маркетинговое наедалово. Потому что он защищает, по сути, только саму текстуру. Но телефон купать нельзя. Следующий момент. Наконец-то здесь нормальный вибромоторчик. Это не аналог Taptic Engine. Но, видимо, грамотная какая-то настройка. И пользоваться им приятно. Обычно вибратор внутри. Но пользоваться приятно. Возвращаясь к сравнению Pro и Pro Max. Они выглядят абсолютно одинаково. У них одинаковая диагональ. Это 6,67 дюйма. Разрешение 1080p+. 2400 на 1080 точек. Если кому интересно. Соотношение сторон 20 к 9. И где-то 395 точек на дюйм. Это плотность. Как я уже говорил, матрица IPS. Но с учетом больших рамок. Площадь, занимаемая экраном передней панели, всего 85%. Плюсом, под эту матрицу не встроили сканер отпечатка пальцев. А Xiaomi нам уже говорили, что разработки в этом направлении идут. Глава компании показывал, как все работает. И все работает. И, видимо, в Redmi Note 10 уже будет IPS-матрица со сканером под стеклом. А еще, честно говоря, не помешало бы поднять качество этой матрицы. Потому что под углами выцветает. А самое главное, максимальная яркость здесь 450 нит. Этого маловато для солнца. Перейдем к камерам. И это как раз первое отличие Pro от Pro Max. И там, и там 4 штуки. Но основной сенсор в этом телефоне 48 Мп с диафрагмой 1.8. А вот в Pro Max уже 64 Мп. В 9s и 9 Pro сенсор Samsung Isacel Bright GM2. Но фото на выходе 12 Мп. Второй датчик широкоугольный со светосилой 2.2. Третий макро 5 Мп с диафрагмой 2.4. И четвертый сенсор глубины всего на 2 Мп с апертурой 2.4. И чтобы ваше время не занимать, по камерам здесь все очень неплохо. Днем они фоткают хорошо, вечером похуже. И на самом деле 9s, он же Pro, фоткает так же, как Redmi Note 8 обычный. А вот версия Max фоткает так же, как Redmi Note 8 Pro. И на самом деле по камерам здесь ничего не поменялось. Для своей цены соответствующие камеры. Что касается фронтальной камеры. Она на 16 Мп с диафрагмой 2.5. Есть режим панорамы, HDR. Но фоткает, сами оценивайте, как она фоткает. По-моему, делает из человека немножечко трупа. При этом в версии Pro Max камера уже 32 Мп. Надеюсь, там качество получше. Теперь железо. Многие из вас скажут, наконец-то, это не Mediatek. Это Snapdragon 720G внутри. Оперативной памяти может быть 4 либо 6 гигабайт стандарта LPDDR4X. В версии Max есть еще вариант на 8 гигабайт. Встроенной памяти 64 либо 128 гигабайт UFS 2.1. И пусть это не игровое решение, но многие тесты показывают, что данный чип от Qualcomm превосходит Mediatek G90T именно по играм. И такой же чип стоит в Realme 6 Pro, кстати. В Antutu смартфон набирает 254 тысячи баллов. В Geekbench 5 566 и 1700 баллов. В играх даже на высоких настройках получаются стабильные 50-60 кадров в секунду. В целом, очень неплохо. Телефон при этом греется, но не сильно. Но у меня есть серьезная претензия к работе системы. Не сказать, что телефон зависает. Он работает. Но при этом часто фризится, потому что, когда ты открываешь какое-то приложение или перелистываешь на Google страницу, потупливает телефон. И в этом плане Redmi Note 8 Pro на том самом Mediatek работал сильно лучше. К тому же здесь уже глобалка, здесь русский язык, здесь все сервисы. Здесь вроде бы все должно быть хорошо, но почему-то нет. И крикуны, которые кричали, что Mediatek говно, очевидно, оказались неправы. А вот следующий момент как раз лучше, чем в Redmi Note 8 Pro, потому что данный процессор очень хорошо экономит заряд батареи. А батарея здесь большая, 5020 мАч, за что мы прощаем габарит и толщину. Телефона хватает, ну, железно на один день, если прям насиловать его со всей силы. А так на два дня вполне. Быстрая зарядка также поддерживается в комплекте на 18 Вт, в версии Max на 33 Вт. Но с комплектной зарядкой вот этот телефон восполняет запасы за 1 час 40 минут примерно. Это не быстро. А вот версия Max за полчасика до 50% заряжается. Беспроводной зарядки уж, извиняйте, здесь нет. По важным мелочам. Внутри у нас Android 10 версии, уже MIUI 11 версии. Все глобально, все работает, ну, неплохо. По крайней мере, подтормаживает, но работает в целом нормально. И как приятно было настраивать телефон из коробки, чтобы сразу тебе и Google клавиатура, и русский язык. Давненько у меня такого опыта с Xiaomi не было. Точнее, с Redmi. Дальше, Wi-Fi пятого поколения. Антенна, дважды два MIMO, Bluetooth пятой версии. Есть FM-радио с возможностью записи. NFC, конечно. А нет, NFC здесь нет. Вообще, ни в одной из версий. Xiaomi, ты чего? Это, по сути, убивает данный телефон, как потенциальную покупку. Но, надеюсь, все это стоит хотя бы дешево, особенно с условием отсутствия NFC. Цена хоть и начинается примерно от 15 тысяч рублей, но на Алиэкспресс телефон уже продает в районе 20 тысяч. А когда он дойдет официально до России, будет стоить все 25. И уже получается не очень дешево. Из-за такой железа, за тормоза, за отсутствие NFC прям как-то совсем грустно. Я думаю, вы согласитесь, что это спорное решение за подобную цену. А если быть честным, то херня это за подобную цену. Да, есть Redmi Note 8 Pro, и он действительно лучше. Там есть NFC. Он может быть не такой симпатичный, как этот телефон, но он стоит сейчас сильно дешевле. У него тоже нормальная батарейка, в принципе, он неплохо держит. И он сам по себе быстрее работает. Плюсом у него сканер в более удобном месте. Уже существуют нормальные прошивки, которые стабильно на нем работают. Так что выбор здесь очевидный. Ну и можете посмотреть также в сторону Samsung Galaxy A51. Он тоже с NFC. Примерно за такую же цену и, естественно, тоже лучше. Ну и наконец, я думаю, многие меня в этом поддержат. Можно разрешить спор и сказать однозначно. Xiaomi на медиатеке это неплохо, как минимум. А вот данный телефон вашей покупки не достоин. Всем пока и не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok